Когда мне было 11 лет, в моей жизни произошел судьбоносный поворот. С этого момента я точно знал, кем хочу стать — охотником. Я принял решение, важное для своей жизни. Мой приоритет — охота и жизнь на свежем воздухе. Присоединяйтесь к приключениям охотника из Норвегии. В путь! Привет, я Кристофер Клаусен из Норвегии, сейчас выполняю миссию. Моя миссия — найти место для охотничьего лагеря на следующую пару месяцев. Сейчас ноябрь, и я очень хочу найти подходящее место, пока не началась зима. Сейчас моя цель в этом. Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok Я ищу охотничий лагерь, где могу надолго остаться. Мне нужен доступ к воде, поэтому я в каноэ. Эта река со своими притоками дает мне доступ к обширным и богатым охотничьим угодьям. И еще я ищу доступ к дровам. Я останусь в этом лагере надолго, поэтому мне нужны дрова. Приближается зима, и я планирую найти подходящее место и построить простое укрытие. Там я буду жить в ближайшие месяцы и выходить оттуда на охоту. И делаю мою лагерь оттуда. Вот я буду делать сейчас. Что я буду делать? Я только что вышел на берег. Я пройдусь и посмотрю, можно ли найти подходящее место. Но мой охотничий сезон ежегодно начинается в июле. Мой охотничий сезон начинается в этом месяце последние 15 лет. Я начал сезон с охоты на самцов-косули. Гон у самцов-косули начинается в середине июля и продолжается до первой недели августа. Последние 15 лет я каждый год ездил в Польшу охотиться на самцов-косули во время гона. Подманивать самцов-косули очень волнительно. Ты идешь на позицию, садишься, не видишь животных и начинаешь их подманивать. Ты не знаешь, покажется ли оно или кто покажется. Потому что на манок реагируют и самки, и самцы. А самцы-косули могут быть очень агрессивными. Я волнуюсь. Попробуем сейчас. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хочу, чтобы самец думал, что самку хочет похитить другой самец Он идет сюда Самец приближается Он подходит Подходят два самца Ты в него целишься? Он падает? Он падает Было так интересно Два самца одновременно У каждого по шесть отростков Он упал в сорока метрах от нас Сейчас посмотрим на него Красавец с шестью отростками Было весело И первый самец убитый из моего нового ружья Красавец с шестью отростками Его было трудно подманить Самый волнительный момент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было очень круто Отличная позиция, и я прекрасно себя чувствовал Я их подманивал, но ничего не происходило Затем позади нас появилась самка В то же время прибежал самец и остановился примерно в 25 метрах Так волнительно, когда они реагируют на такой вот зов Подманивая самцов косули, я очень активен Я часто использую манок, провоцируя самцов косули Они приходят и смотрят, в чём дело Я не говорю, что это единственный способ подманивания самцов косули Но мой отлично срабатывает Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня очень быстро бьётся сердце Это было волнительно Он наконец вышел, да? Красивый самец Он был сильным Пошли На следующую охоту с нами пойдёт моя подруга Александра Баранецка Польская охотница Она выросла в Польше, изучая польскую охотничью культуру Я буду подманивать Я буду подманивать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он убит Где он? Он здесь Отличный выстрел Дай пять Чёрт возьми, Александра Второй самец за час Просто обалдеть Он лежит здесь? Да Вот он здесь Огромный Очень хорошо Самый большой самец, что ты убила? Да Самый большой самец, что я видела Отборный самец? Да Отборный, это точно Отлично, отлично Ты его подманила? Да, я его подманила Так Взгляни на него Ух ты Очень классный самец Видишь? Класс Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да Два самца косули слева от нас Черт побери Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надерс, лис еще здесь Да, да, да Он убежал Столько активности на этой позиции Сначала на зов отреагировал лис Затем пришли самка и самец Я продолжил подманивать, и вот самец убит, но лис убежал Тоже сильный, с шестью отростками Он был классным Пока что самый крупный Самый крупный? Да, да Это старый самец Длина рогов 26-28 сантиметров Я с трудом его подманил Субтитры сделал DimaTorzok Я долго искал подходящее место и не могу понять, где разбить лагерь В лесу или рядом с озером Если мой охотничий лагерь будет в лесу, я построю более прочное укрытие У меня будет доступ к строительным материалам Если я построю его у озера, у меня будет большой обзор, но будет более ветрено Я не могу решить, что делать, но продолжу искать Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я должен собрать много стройматериалов, а тем временем мы посмотрим на то, как я начинал свой охотничий сезон. Я подманивал лис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как тебе? Эта лиса отреагировала на манок У нее красивый мех Было очень волнительно Моя первая лиса, добытая манком для хищников под номером 4 Смотрите Смотрите Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сфотографируемся с обеими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меткий выстрел, Ландерс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он упал Еще два Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты эффективный. Отличный выстрел во второго. Непревзойдённый. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok Она приближается Вторая бежит вон там Субтитры делал Димон Подманил двух лис Это кошка Сюда идет самец косули Это самец Субтитры делал Димон Вот это уже разговор Полное безумие Я подманивал пять минут И добыл двух лис и самца косули Троих, двух лис и самца косули Это безумие, я весь дрожу Это молодой лис Он отреагировал на звук детеныша косули Прекрасно, шесть отростка Это взрослый лис Подманивать животных очень увлекательно Многие из вас знают, что я выпускаю собственные манки Манки Клаусона Один для косуль и четыре для других хищников Сейчас я покажу вам, как они звучат Первый манок, что я хочу показать Манок для хищников Клаусона номер один Он звучит, как встревоженный заяц Как умирающий заяц Я надену мундштук, чтобы вы услышали разницу в тоне и высоте звука Вы слышите очень сильное различие, потому что я надел этот мундштук С помощью этого мундштука я хорошо подманивать койотов Я подманивал рыси, лис, барсуков, кунис А в Канаде я подманивал этим манком рыси и барибалов Второй манок, манок для хищников Клаусона номер два Я начну со встревоженного дятла Он может звучать вот так Есть много разных видов дятлов, и этот звук встревоженного дятла Следующий звук – встревоженный заяц Этот манок может издавать два разных звука Третий манок – манок для хищников Клаусона номер три Имитирующий встревоженную птицу Его звучание более светлое и слабое Этот манок прекрасно подманивает молодых лис летом Этот мощный звук встревоженного зайца может отпугнуть молодых или неуверенных в себе лис Четвертый манок – манок для хищников Клаусона номер четыре Издает минорный звук встревоженного зайца Он звучит вот так И последний Манок Клаусона для косули, сдающий разные звуки Детенышей, самок, а также звуки тревоги А теперь звук тревоги Так звучит встревоженная самка, когда она еще не готова, но самец ее хочет и пытается ее толкать Она издает вот такие звуки Я им пользуюсь, когда хочу выманить самца с его территории, думающего, что другой самец хочет овладеть его самками Это манки Клаусона Как я сказал, подманивать животных очень увлекательно Мы должны попробовать Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусоном Кристофер Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Я каждый год начинаю сезон с подманивания самцов, косули и лис, после чего, когда есть возможность, я охочусь на диких северных оленей. Норвегия — единственная страна в Европе, где есть популяция диких северных оленей. Смотрите продолжение в следующей части. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Смотрите продолжение в следующей части. У меня есть желание добыть самца северного оленя. Но самцы сосредоточились в центре стада. Я не могу сделать меткий выстрел, так что я должен быть терпеливым. Субтитры создавал DimaTorzok Великолепный вид. 200 северных оленей поднимаются по склону холма. Вскоре они пересекут хребет. Стада близко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то мы с добычей. Великолепная охота. Друзья на другом склоне хребта направляли нас с помощью своих раций. Северные олени кормились рядом с нами. Самые ближние были всего в 15 метрах. Начинается тяжелая работа по разделке животного. Субтитры создавал DimaTorzok Ко мне присоединился мой друг Ларс Уле. Это наша первая охота на северных оленей. И у нас есть желание добыть взрослого самца. Мы охотимся в горах и подкрадываемся к северным оленям. Мы видим нескольких самцов. Завтра будет многообещающим. Это огромный самец и еще 4 самца. Теперь ты его видишь под летящим орлом. Он красавец, да. Он не гигант, но приличный. Очень волнительно. Самец направляется в нашу сторону, так что мы должны быть готовы. Мы поднимемся на хребет и посмотрим, что будет. Он идет сюда. Он идет сюда. Он идет сюда. ор 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 а а для мы от 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 о Продолжение следует... Твой самый первый день охоты на северных оленей, и ты добыл этого самца. Твой первый день охоты на северных оленей. Твой первый день охоты на северных оленей. Твой первый день охоты на северных оленей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы углубились в горы на 5-6 километров. За хребтом мы заметили стадо. Похоже, стадо смешанное. Попробуем подобраться ближе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Отличная охота, Терья. Да, и классный самец. Остальное стадо все еще поблизости. Мы будем нести его примерно 6 километров. Как многие из вас знают, на большинстве оружий мы в Скандинавии используем глушители. Они стали настолько популярными, что их используют даже на дробовиках. Почему мы так делаем? Причина первая — защита вашего слуха. Выстрел из ружья или дробовика очень громкий. Вы можете повредить ваш слух. Используя глушитель, вы снижаете громкость, и для меня это важный фактор. Второе преимущество — используя глушитель на ружье, вы уменьшаете отдачу. Чем меньше движется ствол, обычно тем точнее вы стреляете, и я думаю, что это здорово. Третья причина использования глушителя — уменьшение шумового загрязнения. Скажем, если вы охотитесь ночью или рядом с городом или в сельской местности, вы издаете меньше шума и меньше беспокоите людей. И я думаю, что это здорово. Вы видите глушитель на этом дробовике. Он — его важная составляющая. Этот дробовик очень легкий, и когда на нем глушитель, вы видите, что ружье сбалансировано, как должно быть, и это прекрасно. Первая причина его использования — он защищает мой слух. А когда я охочусь с легавыми собаками, он защищает слух собак. Зачастую мы стреляем над головами собак, и без глушителя выстрел очень громкий, и его использование — огромное преимущество. А использование глушителя на этом дробовике улучшает точность моей стрельбы. Подводя итог, я могу сказать о глушителе только положительное. Все больше стран делают его использование законным, что очень здорово. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Как вы видите, оно начинает выглядеть как укрытие. Я еще не закончил, я закрою его снаружи, но в него уже можно заселяться. 25 августа был день открытия сезона охоты на тетеревов и глухарей в Швеции. И каждый год в последние 20 лет я уезжаю в Швецию в день открытия сезона искать глухарей и тетеревов. И все остальные verschясины. Святоты cách обычных прорезия или белочками. Задahu славой источ краев. Вызборов ministre по ironicallyе steht。 Вообще-то прошел джаз TM3Д илиege Материн. Перед Материн и его сл肩. Владимир Québec магазин этого «А", Материн Материн гул под этой busки. Он пытается затворяться на ручках. Авганта в состоянии вяжем необходимых интересный част à это понятно. Кабар Doc! Он м ABS Am i ВСум присутствует штучиться сGRbet Черт возьмиexplructured быстрее. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Собака показывает. Идеальное место для проживания глухаря. Она показывает. Думаю, это был старый глухарь. Это молодая птица. Умница. Это было потрясающе. Я охочусь на глухарей с легавыми собаками. Они — моя страсть с детства. Мне было всего 15 лет, когда я завел свою первую легавую собаку. Тогда началась моя карьера охотника с собаками. И в следующие 21 год у меня были две разные легавые собаки. Двое птица. Двое птица. Мне очень виноват. Я не могу. Что делать? Это плотно. Это меня и не успели. Я не успел. Всёはい, просто. Давайте. Спасибо за просмотр. Глухарь упал. Ты его нашла? Да. Умница, пири. Я все флинк. Я все флинк. Браво. Браво, пири. Ко мне. Иди сюда. Думаю, ты разогрелась. Еще один глухарь. У меня все флинк. Я все флинк. Я все флинк. Я все флинк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Умница, Пири! Субтитры создавал DimaTorzok Ты его нашла, умница! Ты на него указала, это было великолепно! Субтитры создавал DimaTorzok Великолепные птицы, эти глухари! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марк Гилкрист Я стою здесь в первый день охотничьего сезона. Когда солнце поднимется, надеюсь увидеть те дерева. Они вон там, внизу. Два отдельных дерева и птицы между ними. Птицы поднимаются на эти два дерева. Это первое, что они делают утром. Сегодня утром у меня есть шанс добыть моего первого тетерева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марк Гилкрист, мой друг из Британии. Он шеф-повар и заядлый охотник. Раньше он никогда не охотился на глухарей и тетеревов в Скандинавии. Присоединяйтесь к нам в наших приключениях в шведских лесах. Есть! Поздравляю! Это изумительно! Это изумительно! Молодой самец. Твой первый тетерев. Ты смотри. Сегодня я приготовлю филе лося. Я дам его собаке и буду есть собачью еду. Какая умница. Видел, как она на него показала? Ты сказал, иди за ней. Птица поднялась, первый выстрел мимо, но второй был более удачным. Он летел между деревьями. Я выждал и добыл его. Ты смотри. Раньше я никогда таких не видел. Умница. Славная девочка. Хорошая девочка. Завтракаешь, как птица, да? Мы зря купили всю эту еду. Птицам хватает и такой еды. Пирог лухаря. И еще одно. Да, да. Самец глухаря, Марк. Мой первый глухарь. Для меня было хорошо, что птица летела ко мне, иначе я бы в нее не попал. Он летел ко мне, и я его добыл. Есть. Смотри, он идет. Смотри. Ты смотри. Славный мальчик. Молодец. Берет пример с мамой. Отдай. Ты умница. Ты славный мальчик. Ты смотри. Я очень рад. У нас есть два дня, и в первый день мы очень быстро добыли эту птицу. Я промазал по паре других, но я доволен. Это молодой самец. Мы много работали, чтобы добыть глухаря. Мы пару раз сходили в пустую. Думаю, Кристофер слегка разочарован количеством птиц. Мы вышли из машины, немного прошли и вспугнули большой выводок. Это был первый большой выводок, что мы увидели. В большом выводке мы насчитали трех молодых самцов. Мы долго шли через болото, и Кристофер сказал, мы зашли слишком далеко. Мы вернулись на край болота и получили великолепную возможность. Собака вспугнула птицу в 25 метрах от нас, и она вылетела на открытое место. У меня было много времени, я прицелился и убил ее первым выстрелом. Это был молодой самец, вот этот парень. На обратном пути у нас появилась новая возможность, другой молодой самец. Но он был в 50 метрах от нас, и мы ей не воспользовались. И все же все прошло отлично. Поздравляю тебя. Большое спасибо, что взял меня с собой. В Англии почти не осталось глухарей и тетеревов. Я должен поблагодарить тебя за собак, потому что без них мы бы ничего не добыли. Я не буду жаловаться на то, что в Англии охота затруднена. Я приехал сюда неделю назад. У меня был плохой день, мы с друзьями стреляли в голубей. Я был разочарован. Мы убили всего 211, а я думал, что мы убьем 400 или 500. Я больше не буду жаловаться на плохую охоту. Я вижу, как много вы работаете. Чудесно. Это невероятно. Это невероятно. КОНЕЦ 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 Вы видели, что я только что сделал кострище и сижу здесь с глухарем. Мой план — ощипать эту птицу. Затем я нанесу на нее немного сливочного масла и заверну ее в алюминиевую фольгу. Затем я положу ее внутрь кострища, когда костер прогорит, накрою ее и, надеюсь, через 3-4 часа она будет готова. Затем она будет готова и готова кормить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Это лучший этап готовки. Я оставлю ее на 3-4 часа, выкопаю и надеюсь, она будет идеально приготовлена. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусоном Добавил DimaTorzok Я очень волнуюсь, чувствую тепло. Так что откроем и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично приготовлено. Пока я ужинаю, посмотрим, как я охотился. Каждый год в сентябре я приезжаю на западное побережье Норвегии охотиться на благородных оленей. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусоном У них конец гона, но они до сих пор много ревут. Пара самцов ревет поблизости, но земля замерзла, поэтому мне трудно к ним приблизиться. Они сильно ревут, так что я попробую. Добавил ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он рядом. Слышно, как он приближается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok а а а а а а пойдем вперед приличный самец а а а а а а а а а есть томас было очень волнительно потрясающее утро что а 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 отличное утро такой и должна быть охота на самца а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было потрясающе! Да, это было... Великолепно! Субтитры сделал DimaTorzok Меткий выстрел в Вильгельм Замечательные впечатления! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, вам понравилось наблюдать за охотой на благородных оленей на западном побережье Норвегии. Сейчас я в ее восточной части и поеду на своем каноэ на поиски косунь. До встречи в следующей серии! Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я принес много мяса. Что я сделаю с этим самцом? Я выброшу желудок и кишки. Затем затащу его на каноэ и отвезу в лагерь, где освежую и разделываю его. Поехали! 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 Я наконец привез самца косули в лагерь и планирую его освежевать, развести костер в кострище, взять переднее плечо, завернуть его в фольгу и приготовить на костре. Поехали! Тем временем мы пойдем на новую охоту на косуль. У нас в Скандинавии существует культура охоты на косуль с собаками. Мы охотимся с коротконогими собаками типа такс или биглей, например. Посмотрим! Рогер выпустил свою собаку. Сегодня мы охотимся на косуль. Скрестим пальцы, чтобы косули пришли сюда. Они идут сюда. Так волнительно. Отлично! Собака идет. Она гналась за этой косулей. Я размышляю остаться здесь или пойти туда, откуда косуля вышла прямо на нас. Славная собака Синди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они вышли прямо к нам. Собака идет по их следу. Умница. Это было забавно. Собака идет по их следу. 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 Собака идет по их следу.